МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Агропрогресс, грантовую поддержку малых форм хозяйствования обсудили на еженедельной планерке в Доме правительства. Живой дизайн. На Красной площади в Чебоксарах высадили липы и дубы. Чистая вода. Объекты водоснабжения появились в селах Аликовского и Чебоксарского районов Чувашской республики. По данным сайта stopcoronavirus.rf, сегодня в Чувашии заболели 70 человек, 4 выздоровели. В воскресенье скончались еще 3 человека. Итого в Чувашии зафиксировано 170 смертей. На заседании оперативного штаба отметили, что в Чувашии продолжает расти заболеваемость вне больничной пневмонии. Почти половина случаев вызвана COVID-19. Сегодня школьники республики приступили к занятиям в очном формате. Ежедневно Минздрав Чувашии и Роспотребнадзор мониторят ситуацию с заболеваемостью и соблюдение противоэпидемических мер в образовательных учреждениях республики. Во время осенних каникул Минобразование вместе с региональным Роспотребнадзором организовало обучение руководителей школы республики по соблюдению правил организации образовательного процесса с учетом коронавирусной ситуации. А также мастер-классы для поваров школьных столовых и комбинатов питания. Все работники столовых, завпроизводствами, которые приехали в эту школу вместе с комбинатами школьного питания участвовали непосредственно в процессе организации горячего питания. Понимали, как необходимо соблюдать утвержденное Роспотребнадзором меню для сбалансированности витаминизированного комплекса, который должны получать наши дети. Ну и кроме того, непосредственно прошли мастер-класс по правильной подготовке блюд, чтобы они действительно до наших детей доставлялись горячими и в соответствии со всеми необходимыми нормами. Примерно через две недели Минобразование и Роспотребнадзор планируют побывать с проверками в учебных заведениях, чтобы оценить, насколько эффективно руководители и работники школьного общепита применяют полученные навыки. Грантовую поддержку малых форм хозяйствования, а также дополнительные меры по содействию физическому развитию детей обсудили на еженедельной планерке в Доме правительства. Правительство большое внимание уделяет малым формам хозяйствования. На каждом этапе развития малого агробизнеса предоставляется государственная поддержка. За 8 лет ее получили 458 фермеров, или 33% от общего количества зарегистрированных крестьянских хозяйств региона, на общую сумму 1 миллиард 287 миллионов рублей. Ежегодно меры господдержки совершенствуются. С 2021 года программу «Начинающий фермер» исключают, поскольку она дублирует агростартап, а для ряда сельхозтовропроизводителей вводится новый грант, который будет называться «Агропрогресс», предназначенный для сельхозтовропроизводителей, отвечающих критериям микро- или малого предпринимательства. Сумма поддержки до 30 миллионов рублей. Он будет предназначаться для сельхозпроизводителей за исключением КФХ и индивидуальных предпринимателей, и кооперативов, для которых есть отдельные программы. Средства могут быть направлены на приобретение и строительство новых объектов, комплектацию объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, приобретение сельхозживотных, рыбопосадочного материала и уплату процентов по кредитам, привлеченным на реализацию проекта с участием средств гранта. Также вступят в силу ряд смягчающих условий и требований с участием конкурсного отбора. Изменения позволят получить гранд-фермерам, зарегистрированные не только на сельских территориях, как было до этого, но и в сельских агломерациях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 30 тысяч человек. То есть такие города, как Ядрин, Козловка, Мариинский посад, Севильск. Ульяна Питакова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Чувашии приняли закон о детях войны. 70 тысячам жителей республики, родившимся в период с 22 июня 1927 года, по 3 сентября 1945 присвоен статус «Дети войны». Статус «Дети войны» предусматривает внеочередное обслуживание в социальных учреждениях республики. Обслуживание на дому с социальными работниками внеочередной прием в медицинских организациях. За истекший период удостоверения «Дети войны» получили более 26 тысяч жителей республики. Напомним, закон приняли в апреле этого года по инициативе руководителя региона Олега Николаева. Отмечу, что 65 тысяч человек с числа «Детей войны» уже являются на сегодняшний день получателями тех или иных мер социальной поддержки. Это и ежемесячные денежные выплаты, и компенсации на жилищно-коммунальные услуги ветеранам войны, инвалидам, труженикам тыла. А в республиканском бюджете в 2020 году на социальную поддержку граждан этой категории, старшего поколения, предусмотрено около 3 миллиардов рублей. Проблемы с водоснабжением села Янгильзина в Чебоксарском районе существовали давно. Жители ждали ее решения с 2012 года. Строительство водонапорной башни в рамках республиканской адресной инвестиционной программы изменило жизнь селян в лучшую сторону. Под программу «Устойчивое развитие сельских территорий» это большой список объектов, строительство которых запланировано в разные сроки. Янгильзинскую водонапорную башню начали строить в мае 2020. В 2020 году данный проект водоснабжения улиц Тенгеси и Заречной Завражина в селе Янгильзин был реализован. Благодаря этому проекту была построена башня и проложены были водопроводные сети километра 300. Поставлены были колонки, уличные колонки и непосредственно подземные резервуары для пожарной безопасности. В каждом доме будет у нас теперь кран, открываем все, чистая вода. И горячая, холодная. Кто поставит бойлер, уже горячая вода будет. Но холодная вода будет поступать в каждый дом. Янгильзина не единственный населенный пункт, жители которого получили возможность бесперебойно пользоваться чистой водой. Объекты водоснабжения появились в селе Яндаба и деревне Синкосы Аликовского района Чувашской республики. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Люди, находящиеся под угрозой увольнения или уже уволенные, и те, кто ищет работу, могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Минтрут Чувашия сформировал пакет дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Об этом в следующем сюжете. Дополнительные меры можно разделить на два направления. Временное трудоустройство граждан, работников тех предприятий, которые находятся в режиме неполной занятости, и организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан. Всего в республике из федерального бюджета на эти цели выделено более 42 миллионов рублей. Они будут направлены на возмещение заработной платы работников. Главное условие – у работодателя не должно быть задолженности перед республиканским бюджетом. По временной занятости основной участник у нас, конечно же, это концерн тракторные заводы, его предприятия. На них будет направлено более 10 миллионов рублей на эти мероприятия. И до конца текущего года все средства планируем полностью направить на возмещение заработной платы работников. Этот год выдался очень сложным для экономики Чувашии. Однако тем, кто своевременно обратился за поддержкой, удалось смягчить финансовое время. Начиная со второго квартала 2020 года на нашем предприятии наблюдаются трудности с производственной загрузкой. Основной задачей на данный период является сохранение кадрового потенциала, ведь люди – основной ресурс любого предприятия. И благодаря скоординированным оперативным действиям правительства Чувашской республики, уже в октябре месяце наше предприятие при активном взаимодействии с Центром занятости участвует в программе по возмещению затрат при частичной оплате труда работников, которые попали под риск увольнения. Для получения субсидии на частичное возмещение расходов на выплату заработной платы работодателю нужно подать заявку в Центр занятости, определить количество рабочих мест для временного трудоустройства и объем работ, заключить срочные трудовые договоры с гражданами, направленными Центром занятости на общественные работы на срок до трех месяцев, ежемесячно выплачивать зарплату работникам и уплачивать обязательные платежи в бюджет, и ежемесячно отправлять в Центр занятости отчетные документы, подтверждающие выполнение договорных обязательств. Размер субсидии до 15 800 рублей в месяц на каждого трудоустроенного в рамках программы. На Красной площади столицы Чувашии высадили липы и дубы. В озеленении принял участие и глава республики Олег Николаев. Осенне-зимний период наиболее подходит по технологическим требованиям для масштабной работы по озеленению. Высаженные в это время растения обычно хорошо переносят зиму. Всего в этом году на Красной площади высадят около 300 деревьев и много мелких кустарников. Все работы ведутся с участием администрации Чебоксар, городских служб ЖКХ, главного художника столицы в соответствии с концепцией благоустройства. Сегодня, к данному моменту, здесь высажено 150 крупных растений размером примерно 3-4 метра. Среди них разные ива, верба, липа и дубы. Это все исконно чувашские традиционные деревья. И вот лично я принял участие в посадке дуба. На мой взгляд, это очень символично, потому что дуб для чувашей является очень значимым растением, очень значимым деревом. В Чебоксарах на базе школы номер 65 ученикам старших классов представилась уникальная возможность попробовать себя в роли специалистов по международным отношениям. Профориентационная программа Международная школа молодежной дипломатии ориентирована на школьников, желающих не только расширить свой кругозор и получить дополнительные знания, но и в будущем связать свою жизнь с профессией специалиста-международника. На сегодняшний день мы являемся первой региональной площадкой Международной школы молодежной дипломатии. Ребята в онлайн-режиме еженедельно обучаются по программе Международной школы дипломатии, по программе МГИМО. Во время каникулы ребята встретились с преподавателями знаменитого университета и прослушали курс лекций по различным направлениям. Чтобы не отрывать их от основных занятий, как раз в каникулярное время проводим пятидневную такую сессию. Ксения Широглазова и Милена Дайрукина уже определились с выбором специальности. Подобные занятия помогают им лучше разобраться в вопросах международной политики и отношений. Я хочу в будущем попробовать стать дипломатом, так как мне интересна эта тема. В нашем мире происходит очень много конфликтов и мне это не нравится. Мы все люди, нас всех это объединяет и мы должны научиться выходить из этих конфликтов. Поэтому я хочу попробовать себя в этой сфере. В будущем я хочу стать переводчиком, либо же пойти на международные отношения и стать журналистом. Я пришла на эти курсы, потому что это большой шанс для, возможно, подготовки к поступлению в сам МГИМО. Школа молодежной дипломатии работает не первый год и за это время через ее сессии прошло большое количество старшеклассников. Разумеется, не все из них поступали в МГИМО, но полученные знания и навыки определенно помогли им расширить кругозор и стать более конкурентно способными. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Технологии будущего. Чебоксарский лицей номер 3 победил в грантовом конкурсе федерального проекта «Бит Эдюкейшн. Кадры для цифровой экономики». Чебоксарский лицей номер 3 разработал программу «Технология, модуль 3. Робототехника и 3D-моделирование». Ее представили нескольким учебным учреждениям столицы, с которыми лицей заключил договор о сетевом взаимодействии. Это 39-я, 48-я и 54-я школы. Грант этот рассчитан главным образом на трансляцию передового педагогического опыта. То есть на то, чтобы школы делились своими наработками, в частности лицей номер 3 делился своими наработками, например, в сфере проектной деятельности с другими школами. На средства гранта лицей закупил современные наборы лего, квадрокоптер, 3D-принтер и лицензии для графической программы «Компас 3D». Благодаря новой технике ребенок учится думать не только головой, но и руками. «Эти занятия помогают развивать познавательные, интеллектуальные, творческие, коммутативные способности, пространственное воображение. Сначала дети учатся собирать роботов по шаблону, а затем они начинают фантазировать». Дети придумывают, как изменить конструкцию, что нового добавить, какую написать программу, чтобы робот воплощал задуманное. «Наш робот должен выделять цвета с помощью цветового датчика». «Если он видит красный цвет, он издает один звуковый сигнал, а если зеленый другой, а если черный, то он ничего не делает. Если он не видит никакого цвета, то он приезжает дальше». Робототехника не просто увлечение, а серьезное занятие. Оно помогает приобрести новые навыки и знания, которые пригодятся не только в учебном процессе, но и в жизни. «Здесь мы получаем такие азы программирования для более больших и масштабных роботов». Спланировать свой будущий дом или создать фигуры собственной задумки поможет курс погружения 3D-моделирования. Он научил ребят воплощать свои идеи в реальность. Для этих целей был закуплен новый 3D-принтер, расходные материалы к нему и программное обеспечение. «Наш преподаватель взял пару шестиугольников, совместил их и получился интересный узор. Я же решила эти шестиугольники немножко покрутить, и в итоге вышла моя трубочка». Ребятам предлагалось смоделировать в программе объемное тело. «Вот одно из таких тел – это яблочко. То есть вот модель, в которой три детали. Затем эти три детали мы отправили на трехмерную печать 3D-принтер и получили мини-проект». Закупленное оборудование и полученные знания позволят дальше расширять и совершенствовать проектную деятельность в стенах лицея. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Юрий Марков, Республика. В Чувашии в этом году было запланировано построить 10 футбольных полей с искусственным покрытием. Но только в трех муниципалитетах прошли конкурсы и заключены контракты. В остальных районах аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок или вмешательства контролирующих органов. Ход строительства спортивных площадок проинспектировал министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров. В Чебоксарском районе практически готова подложка под будущее поле. Совершается укладка искусственного газона. Для легкоатлетических дорожек выставлены бордюры и готовятся основания. Остались работы по благоустройству территории, освещению и установке ограждений. Объект должен быть введен в эксплуатацию до конца этого года. В Красноармейском районе ситуация лучше. Работы на объекте завершаются. Кроме футбольного поля, новый стадион включает беговые дорожки, два сектора для прыжков в длину и два сектора для метания. Открыть объект планируют уже на этой неделе. В Ядринском районе завершили укладку беговых дорожек, установку универсальной игровой площадки и хоккейной коробки. Уже смонтированы секторы для прыжков в длину, площадки для уличных тренажеров и воркаута. Оставшиеся работы по благоустройству идут с отставанием от графика и завершаться к концу ноября. Инна Сипотапова, Степан Гурьянов, Республика. Это главные новости понедельника. А я с вами прощаюсь. До завтра.